Греция, 1967 год, нация в цепях, в тисках темных времен. Холодный ветер проносится по улицам Афин, неся с собой атмосферу угнетения. Демократия, некогда живая и цветущая, лежит в руинах, погребенная под сапогом военной хунты, захватившей власть. Страх пропитал воздух, заглушая любое несогласие, любой голос, осмелившийся подняться против тирании. Хунта сжимала свою хватку, ее тень накрыла саму душу Греции, оставляя после себя лишь тьму и отчаяние. Свобода стала далеким воспоминанием, шепотом, потерянным в начи, которые осмеливались вспоминать лишь самые смелые. Цензура душила средства массовой информации. Каждое слово контролировалось, каждая статья тщательно отбиралась, чтобы служить режиму. Университеты, некогда оплоты свободной мысли и инноваций, превратились в клетки для разума, где студенты боялись выражать свое мнение. Полковники, опьяненные властью, правили железной рукой, игнорируя нужды и чаяния народа. Они видели врагов в каждой тени, их уши были глухи к мольбам народа. Паранойя толкала их на еще более жестокие меры. Но в сердцах молодежи теплилась искра сопротивления, пламя, которое отказывалось гаснуть, несмотря на репрессии. Жажда свободы, передававшейся из поколения в поколение, отказывалась угасать. Надежда на лучшее будущее, на свободную и демократическую Грецию, жила в сердцах людей. 1973 год. Студенты Политехнического университета, наследники наследия сопротивления, достигли своего предела. Они видели, как их будущее, их мечты, украдены тирании хунты. Они видели, как их товарищи заставляют молчать, как их голоса подавляют. Студенты, проникнутые духом своих предков, решили действовать. Они больше не будут молчать. 14 ноября началась забастовка. Землетрясение, которое потрясет основы режима. Студенты захватили Политехнический университет, превратив его в крепость сопротивления. Их требования были просты, их послание ясно. Хлеб, образование, свобода. Долой хунту! Студенты, вооруженные мужеством и идеализмом, бросили вызов. Люди наблюдали, затаив дыхание. Политехнический университет стал маяком надежды, символом сопротивления и свободы. Самодельный радиопередатчик, созданный с юношеской изобретательностью и отвагой, прорвал информационную блокаду хунты, неся послание свободы. Голоса студентов, полные страсти и неповиновения, достигли каждого уголка Афин, разбивая тишину и гнет. Они говорили о свободе, о демократии, о Греции, которая снова будет принадлежать своему народу, об обществе справедливости и равенства. Их слова, разносимые по радиоволнам, вызвали бурю надежды и вдохновения, пробуждая сердца людей. Греки, жаждущие правды и свободы, собирались у радиоприемников, слушая с тревогой и надеждой. Послание студентов нашло глубокий отклик в их душах, пробуждая дремлющий дух сопротивления и солидарности. Поддержка студентов росла, распространяясь как лесной пожар по улицам Афин, объединяя людей из всех слоев общества. Хунта, застигнутая врасплох размахом восстания, прибегла к все более отчаянным мерам, но жребий был брошен. Сопротивление уже пустило корни. Народ обрел свой голос, и ничто уже не могло его остановить. Надежда и решимость победили. А 17 ноября, ночь на 17 ноября. Ночь, отмеченная кровью и памятью. Хунта, ее страх, превратившийся в ярость, обрушила свою мощь. Танки бороздили улицы. Их гусеницы давили хрупкую надежду, которая только-только расцвела. Солдаты с искаженными ненавистью лицами окружили политехнический университет. Воздух накалялся от напряжения. Запах насилия висел в воздухе. И тогда случилось немыслимое. Танк АМХ-30, направив свое орудие в самое сердце политехнического университета, проторонил ворота. Раздались выстрелы, разорвав ночь. Студенты, оказавшиеся в ловушке в стенах политехнического университета, сопротивлялись камнями и бутылками с зажигательной смесью. Их мужество, их неповиновение сияли перед лицом подавляющей силы. Резня в политехническом университете потрясла всю Грецию и весь мир. Хунта, руки которой были запятнаны кровью невинных, перешла все границы. Греческий народ, возмущенный жестокостью, восстал. Забастовки парализовали страну. Демонстрации, которые были встречены жестокими репрессиями, заполнили улицы. Хунта, ослабленная и изолированная, оказалась на грани краха. Отголоски студенческого бунта разносились по коридорам власти. Их жертва не была напрасной. В июле 1974 года хунта пала, ее царству террора пришел конец. Демократия, подобно Фениксу, возрождающемуся из пепла, вернулась в Грецию. Восстание в политехническом университете стоит как свидетельство несгибаемого духа тех, кто осмеливается противостоять тирании. Студенты, их имена, навсегда вписаны в аналы истории, стали символами мужества и самопожертвования. Их борьба, их мечта о свободной Греции продолжает вдохновлять поколения. Каждый год 17 ноября Греция вспоминает «Ворота политехнического университета остаются открытыми, как молчаливое напоминание о жертвах, принесенных в его стенах». Тысячи людей маршируют к посольству США, их голоса повторяют требования студентов. Хлеб – образование, свобода. Память о восстании служит предостережением, напоминанием о том, что цена свободы – это вечная бдительность. Восстание в политехническом университете не было просто событием прошлого. Это был момент, который объединил голоса угнетенных, момент, который показал силу коллективных действий. Это была искра в длинной цепи сопротивления тирании, искра, которая разожгла огонь в сердцах и умах. Свидетельство неугасимого человеческого духа, который никогда не сдается, который всегда стремится к свободе и справедливости. От улиц Парижа до площадей Праги, от голосов студентов до криков рабочих, от гор Латинской Америки до деревень Африки, пламя сопротивления горит повсюду. Борьба за свободу продолжается. Это борьба, которая не знает границ, которая не ограничена географическими или политическими рамками. Студенты Политехнического университета, хотя их голоса были заглушены, оставили после себя наследие, которое выходит за рамки времени и пространства. Они напоминают нам, что свобода – это не дар, а право, которое мы должны защищать всегда, любой ценой. Они учат нас, что свобода требует жертв, что справедливость требует самоотверженности и мужества. Их жертва служит маяком надежды, маяком, освещающим путь будущим поколениям. Напоминание о том, что даже в самые темные времена человеческий дух невозможно сломить. Пламя свободы однажды зажженное, уже не погаснет. Оно горит ярко, подпитываемое мужеством тех, кто осмеливается сопротивляться, страстью тех, кто верит в лучший мир. Это пламя передается из поколения в поколение, из рук в руки, сохраняя живыми надежду и веру в свободу. Оно горит ярко, подпитываемое мужеством тех, кто осмеливается сопротивляться. Оно горит ярко, подпитываемое мужеством тех, кто осмеливается сопротивляться, страстью тех, кто верит в лучший мир.